Не лёгкий вообще-то. Нормальный, килограмм 10, да? С рассвета члены Международного и Национального комитета Красного Креста загружают коробки в грузовик. Всего их более 700. В них продукты питания, сахар, крупа, чай, а также предметы личной гигиены. Каждая коробка предназначена только для одного человека. Помощь выдавали много. Вот этот, допустим, если это индивидуальный набор, это 15 килограмм коробка. А в семье, если их три человека, они получат три коробки. Уже сегодня жители села Гранитное смогут получить эти продукты. Глава офиса Международного комитета Красного Креста в Мариуполе Таша Румлий показала специальную доску-таблицу и объяснила её значение. Это там в нашей машине, но сейчас она пустая, потому что каждый день мы просто... То есть вы заполняете, да, и таким образом потом отправляете. Пока подопечные Таши Румлий решают вопрос логистики, она рассказала о ближайших планах. Поскольку более-менее держится прекращение огня, мы хотим предоставить помощь с той стороны, на стороне ДНР. Завтра у нас есть план дать помощь в Октябре и в Куликово. Это первый поселок после линии фронта. И мы хотим там продолжать, потому что надо иметь в виду, что мирное население страдает на обоих сторонах конфликта. Для них это тоже очень тяжело. Международный комитет Красного Креста помогает пострадавшим в войнах и конфликтах уже более 140 лет. И готов продолжать эту благородную миссию независимо от страны, политических или религиозных взглядов людей, нуждающихся в такой помощи. Потому что человеческие страдания не знают границ. Продолжение следует...